Сегодня стало известно имя иностранца, который участвовал в боях за Мариуполь на стороне силовиков. Это профессиональный военный из Швеции, который предложил киевским коллегам свои услуги в качестве наемника. И как выяснили СМИ и эксперты в область обороны, этот человек, конечно, не единственный. О том, кто еще карает Юго-Восток вместе с армией и нацгвардией, расследование Дмитрия Петрова. Это швед Микаэль Скилл. В Мариуполе именно он расстреливал ополченцев Донецкой Народной Республики, вооруженных только охотничьими ружьями. Его опознали по винтовке, камуфляжу и, самое главное, по имени. Корректировщики огня, не скрываясь, зовут его Майком. А это он же на Майдане. Швед не скрывает, чем занимается. Я подумал, что у меня ведь есть навыки, которые я могу передать людям здесь. Я служу в Национальной Гвардии в Швеции. Я могу научить, как вести себя в экстремальных условиях, на Майдане и в разных заварухах. Большинство моих друзей националисты, как и я. Среди нападавших на Мариуполь были и люди в камуфляже с нашивками первой авиационной бригады «Голден Хокс». Это спецподразделение американской армии. Оно занимается обучением будущих лидеров по ведению авиационных боевых действий, чтобы потом они бомбили города и поселки с мирными жителями. И в этой связи становятся понятными заявления ополченцев о том, что над Славянском летают беспилотники. Авторитетный немецкий еженедельник Шпигель еще в мае опубликовал статью о том, что украинская армия может получать поддержку из Соединенных Штатов. Живой силой. Цитата. 400 американских наемников воюют на востоке Украины против сепаратистов. При этом еженедельник ссылался на источник в немецкой разведке. Речь шла о специалистах из Академии военной службы, известной ранее как Black Waters. Бундестаг тогда инициировал парламентский запрос, но немецкие спецслужбы ограничились формальной отпиской. Депутат Ганс Кристиан Штребеле заявил, что будет и дальше расследовать это дело. Это сообщение спецслужб и вообще подобные сообщения очень сложно проверить. Но если у меня появятся другие свидетельства, я повторю запрос, потому что эта тема имеет большое политическое значение. Если там на Украине действительно воюют наемники, если они воюют на стороне украинской армии, это был бы скандал. О том, что на Украине воюют иностранцы, подтверждают и эти видеоролики. Вот итальянец принимает присягу в составе батальона АЗОВ. Это ударная группа, которая сейчас участвует в карательной операции на юго-востоке Украины. А всего, по словам комбата Масинчука, под его началом 20 иностранцев. Военные аналитики говорят уже о массовом заезде на Украину, особым образом подготовленных иностранцев. И именно их используют на самых ключевых точках.